Владивосток. ТП. Сиди. Лучший город Земли. Здравствуйте, друзья. В эфире программа «Лучший город Земли». И сегодня наша радиоэкскурсия будет посвящена одному из старейших каменных зданий Владивостока, построенному в стиле модерн. Но обо всем по порядку. В мае 1909 года в Владивостоке состоялось торжественное открытие новой гостиницы, получившей название «Версаль». А за два года до этого события купец второй гильдии Родомышельский, который был одним из довольно успешных предпринимателей Владивостока и торговал лесом, сахаром и пушниной, получил от городской управы земельный участок под постройку зданий. Этот участок располагался между зданием золотосплавной лаборатории Русско-Китайского банка, сейчас со Светланской 12, и улицы Корейской, ныне улица Тигровая. Для своего времени гостиница «Версаль» была первоклассной и на порядок отличалась от своих конкурентов. В «Версале» был электрический свет и телефон, хорошо обставленные номера с отдельными ванными комнатами, была мебель, декорированная в стиле Людовика XVI. Прислуга отеля состояла из китайцев и японцев, говоривших на английском и французском языках. Помимо гостиницы в этом здании работали кондитерские магазины торговых домов «Чурина Касьянов» и «Брезей Даниэль». А еще в этом здании располагались гостиная с танцевальным залом, кинотеатр «Мир иллюзий» и коммерческое собрание. А уже после окончания гражданской войны в подвале распахнула дверь кабаре с незатейливым названием «Не рыдай». Вообще здание гостиницы «Версаль» довольно знаменитое. В этой гостинице останавливались многие именитые гости нашего города. Адмирал Колчак, например, или Хушимин, а писатель Юлиан Семенов именно здесь придумал образ своего главного героя, советского разведчика Максима Максимовича Исаева, он же Штирлиц. И с первого романа «Пароль не нужен» можно узнать, что Исаев работает в Владивостоке и в ресторане гостиницы «Версаль» знакомится со своей будущей женой. Владелец здания купец Родомышевский в 1922 году был вынужден уехать в Китай. Здание гостиницы было национализировано и в 1924 году передано на баланс городского коммунального хозяйства. Ну а летом 1933 года на только что построенном теплоходе «Челюскин» была предпринята неудачная попытка пройти северным морским путем за одну навигацию. В Чукотском море пароход раздавило льдами и 13 февраля 1934 года челюскинцы, среди которых были пожилые люди, женщины и даже дети, высадились на льдину. Два долгих месяца им пришлось провести в холодных палатках, но затем ледовая эпопея закончилась. И 13 апреля последнего из челюскинцев сняли с дрейфующей льдины советские летчики. В июне полярники, а также те, кто участвовал в спасательной операции, прибыли в Владивосток на пароходах Смоленск и Сталинград и поселились как раз-таки в гостинице «Версаль». Позже в память об этом событии гостиница получит новое название – «Челюскин». И снова стояли с «Версалем» лишь в 90-е годы. Вы знаете, вот так бывает и бывает в жизни довольно часто. Мы, передвигаясь по городу, абсолютно не обращаем внимания на то, что нас окружает. И если вдруг вы окажетесь рядом с гостиницей «Версаль» и поднимете голову, то на втором этаже в подоконных нишах увидите рельефные вставки в виде драконов. В архитектуре такие скульптурные детали называются маскароны. Для города Нашинского это вещь довольно редкая, потому как в Владивостоке сохранилось только 22 здания, которые украшены маскаронами в виде человеческих лиц, грифонов и львов. Но об этом как-нибудь в следующий раз. До встречи в эфире! Субтитры создавал DimaTorzok